Седьмой класс, одиннадцатая серия. Системы неравенств. Давайте решим систему, состоящую из двух неравенств. Надо найти такие значения, которые являются решением и для первого неравенства, и для второго. Решим первое. Надо разделить обе части неравенства на положительное число 2. Получаем х больше, чем минус 2. Давайте на числовой прямой покажем точку минус 2. Минус 2 надо исключить, потому что строго больше, чем минус 2. Вот решение первого неравенства. Решаем второе. Надо разделить на положительное число 3. Знак неравенства сохраняется. х меньше, чем 3. Значит, 3 исключить. Решением являются все те значения, которые меньше 3. Решением системы являются значения х, которые находятся между этими точками. От минус 2 до 3. Причем минус 2 и 3 надо исключить, так как это строгие неравенства. Ответ записываем в виде двойного неравенства. Вторая система. Надо разделить первое неравенство системы. Обе части на отрицательное число минус 1. Знак неравенства поменяется на противоположный. Был знак меньше или равно, а будет больше или равно. Значит, х больше или равно 6. Давайте покажем на числовой прямой 6. 6 является решением. И все те значения, которые больше. Так, решаем второе неравенство системы. Надо разделить на положительное число 4. Обе части неравенства будет х больше или равен минус 2. Минус 2 на числовой прямой левее, чем 6. Минус 2 является решением. И все те значения, которые больше. Решением системы являются вот эти значения. То есть от 6 включительно и больше. Потому что они являются решениями и первого неравенства, и второго. Ответ х больше или равен 6. Третья система. Решаем первое неравенство системы. Надо разделить обе части на отрицательное число. Минус 2. Знак неравенства поменяется на противоположный. Значит, х меньше или равен 3. Причем 3 является решением. И все те значения, которые меньше, чем 3. Решаем второе неравенство системы. Надо разделить на положительное число 5. Знак неравенства сохраняется. Значит, х меньше, чем минус 1. Причем строго меньше. Минус 1 надо исключить. Минус 1. Строго меньше. Решением системы. То есть те значения, которые подходят и для первого неравенства, и для второго. Х меньше, чем минус 1. Причем строго меньше, чем минус 1. Таков ответ. Четвертая система. Решение первого неравенства. Делим на положительное число 2. Получаем х больше или равен минус 4. Значит, минус 4 является решением. И все те значения, которые больше. Вот это решение первого неравенства. Давайте покажем на числовой прямой решение второго. Х строго меньше, чем минус 5. Минус 5 надо исключить. И все те значения, которые меньше. Решений нет. Потому что нет таких значений х, которые являются решениями одновременно и первого неравенства, и второго. Что ответ решений нет. Давайте решим неравенство с модулем. Неравенство с модулем превращается в совокупность из двух систем неравенств. То есть, если х минус 2 больше или равно 0, раскрытие модуля идет вот таким образом. Решая первую систему совокупности, получаем, что х находится в промежутке от 2 включительно и меньше 5. Вторая система совокупности, если х минус 2 меньше 0, раскрывая модуль, надо знаки поменять на противоположный. Решая вторую систему совокупности, получаем вот такой ответ. Так как это совокупность двух систем, надо объединить вот эти решения. Объединяя решения, получаем, х находится вот в таком промежутке от минус 1 до 5. Причем строго от минус 1, х больше, чем минус 1, строго больше, и х строго меньше 5. Ответ записываем в виде двойного неравенства. Причем строго от минус 1 на 3 NYU.